Добрый вечер! Сегодня у нас заключительное занятие Алексея Мочилова по грандиозным пикапам Америки. Сегодня немножечко экзотических автомобилей, совершенно экзотических. У нас и Cadillac, и Honda. И самое главное, ведь мы этот лекторий затеяли для того, чтобы удовлетворить ваш потребительский интерес. Не просто чисто человеческий, когда хочется узнать, что такое хорошо и что такое плохо. Но ведь вы регулярно звонили в эфир перед этим в течение года и спрашивали меня, а что лучше, Dodge Ram или Ford F-150? И вот сегодня, по прошествии пяти занятий, звоните, и мы будем отвечать уже на этот вопрос, с учетом того бэкграунда, который создали за эти дни и у вас, а заодно и с вами много интересного узнали. Поэтому сейчас мы довольно быстро расправимся с экзотикой под названием Honda и Cadillac, а потом уже вот это самое сокровенное, когда мы, насыщенные знаниями, обоюдными, друг к другу будем подбирать большой американский пикап. Лешка, кстати, здравствуй. Добрый вечер. Ну так, лектор Кузнечик сейчас расскажет о любви, как было в одном замечательном фильме. Значит, буду делать вид, что я не слышу то, как ты меня назвал в эфире. Это очень позитивный герой, кстати. Вы идут одни старики. Ну хорошо. Я, к счастью, живу в лесу практически все время, куда я отправлюсь на следующей неделе, и поэтому вы меня не найдете. Как всегда-навсегда? Да, да, да. Поэтому, соответственно, имею право до пенсии не знать ни про кузнечиков, ни про кого, но зато что-то знать про американские пикапы. Поэтому, если вы сейчас стоите в пробке, у вас под рукой телефон, и вам есть что спросить по теме, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, то не стесняйтесь, звоните, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Вот. Значит, переходя к теме сегодняшнего разговора, мы затронем такие экзотические машины, которые, в общем, попадаются на наших дорогах периодически, но не подпадают под общую, скажем, концепцию американских больших траков. То есть, это достаточно компактная Honda Ridgeline, и машины, наоборот, как бы имеющие под собой вроде бы концепцию пикапа, но не предполагающие, что вы будете что-нибудь на них когда-нибудь возить. Это Cadillac, на базе которого был сделан пикап. Там есть три веселые буквы, сейчас Сергей подскажет, как это называется. Это запомнить невозможно. Три веселые буквы, которые запомнить невозможно. Вот. И, соответственно, есть еще тоже пикап на базе Hummer, который тоже очень сложно произносится. Причем любой Hummer. И H1, и H2, и H3. Да, но на базе H2, в первую очередь. Но при всем при этом имеют право на существование. В нашей стране их одно время некоторое количество увезли, поэтому на дорогах встречаются. Вот. Поэтому начнем с приятного, с Honda. Потому что у Honda, как бы не было удивительно, достаточно хороший имидж на этом рынке. Хотя они вроде выпустили один-единственный пикап. Причем, как всегда, поступили не так, как все. И, возможно, за счет этого и выиграли. Во-первых, он более компактный, чем те машины, о которых мы говорили вчера. Он на один сантиметр короче, да. Да, он, по-моему, 5,2 метра в длину. То есть, по американским меркам, это очень компактный пикап. Что-то типа Matisse. Значит, второй момент, то, что эта машина уже пружинная. То есть, у нее, соответственно, гораздо лучше управляемость. И подавляющее большинство людей, которые когда-либо пересаживались на Редж Лайн, они всегда отмечают весьма сносную управляемость этого автомобиля. Ну и комфорт, соответственно. И агрегатная схожесть с Хонды Пилот, в общем и целом, конечно, достаточно близка, но все-таки Редж Лайн позволяет ездить по каким-либо проселочным дорогам, несмотря на свой скромный дорожный просвет в 208 миллиметров. То есть, сами понимаете, практически паркетник. Дастер. Да. Значит, а Пилот, это все-таки совершенно хрупкая машина с кучей пластика, которая не предполагает съезд асфальта. По крайней мере, мы в свое время, когда его тестировали, столкнулись с двумя проблемами. Первая – это то, что на хорошей осенней глине у Пилота отрывается вообще весь пластиковый обвес по кругу. Если, по крайней мере, вы где-то прилипли на брюхо, от попыток выехать в раскачку отрывается вся машина. И вторая проблема – это, конечно, перегрев трансмиссии. То есть, он вроде бы прет-прет-прет, но вот привод задних колес, он, соответственно, перегревается и достаточно быстро. У Пилота там все-таки две муфты стоят. Это удивительная схема трансмиссионная. Так больше никто не поступает. Но некое подобие, кстати, у Джука. У Джука, да. По-другому реализованная, но идея та же самая. Там тоже, кстати говоря, имеет место быть перегрев. Поэтому жить надо на севере с этой машиной. Ну, в общем, машина с такими сложными трансмиссиями, причем эта сложность не для того, чтобы она была лучше, а для того, чтобы ее удешевить. Они хороши только на асфальте, на зимних дорогах. Но ни в коем мере не вне асфальта. А что касается реджлайнов, там интересная особенность. Так как на машине заведомо никто на бездорожье не съезжает. Ну, все-таки большая, низкая и так далее. Благодаря этому их очень мало откровенно убитых на дорогах. Потому что все понимают, что это асфальтовая машина и не надо на ее гробить нигде. По этой причине и с надежностью все нормально. Потому что, как известно, все поломки происходят чаще всего на внедорожниках из-за того, что их начинают использовать по назначению. Здесь нет иллюзий, что это внедорожник. Соответственно, нет и поломок. Поэтому подавляющее большинство реджлайнов отхаживают из 100-150-200 тысяч практически вообще без каких-либо поломок. То есть там исчезающее малое число, связанное скорее с расходными материалами. То есть всяческие там стойки стабилизаторов, колодки и все прочее. То есть никаких агрегатных, замеченных, слабых мест у машины вообще нет. С учетом того, что она достаточно бюджетная. То есть она легко укладывается в покупки в подержанном виде до миллиона. В общем, не самая плохая покупка, если вам надо что-то все-таки периодически перевозить. При этом она хозяйственно очень интересно сделана. У нее, с одной стороны, это автомобильный пикап. С другой стороны, у нее в подполе достаточно большой все-таки багажный отсек, закрытый всяческими крышками, помимо того, что есть кузов. И туда можно упихнуть достаточно большое количество сумочек и всего прочего. Поэтому машина в какой-то степени недооцененная рынком, но при этом очень хорошо выглядящая. И ее можно рекомендовать как некую альтернативу тем японо-азиатским пикапам, которые у нас предлагают на нашем рынке дилеры за достаточно негуманные цены. Но это мы поговорили слегка о приятном. Кстати, по поводу Редж Лайна, вообще сама по себе вот эта машина как явление, она приблизительно является, наверное, каким-то таким послесловием к фильму «Красное солнце» с Аллен Делоном. Если помнишь, был такой боевичок, когда через все Штаты Америки ковбой Аллен Делон ехал с самураем, потому что каждому из них наваляла местная банда. И у самурая, в частности, они отобрали подарочный меч. И вот этот самурай шикарно совершенно смотрелся на фоне всего ковбойского антуража. Вот Редж Лайн смотрится приблизительно так же. Поэтому заподозрить его в какой-то американской брутальности, ковбойских замашках и возможности поехать по русски и грибы в голову людям не приходит, что и спасает автомобиль от русского бездорожья. Нормальный городской пикап. Ну, в общем и целом, да. Кстати говоря, опять же, очень хорошо, что мы опять вернулись к Редж Лайну. Мне еще пришла такая интересная ремарка на эту тему. У Редж Лайна маленький V6 с объемом 3,5 литра. А вот расход топлива у него такой же, как и у больших траков. То есть очень мало кто укладывается в 12-14 литров по трассе. Но это люди, которые ездят очень спокойно. Если темперамент ваш выше среднего, то есть 16-17 литров даже по трассе, но, соответственно, в городе это 20-22-24-25, как у больших американских траков. Ну, хоть в чем-то он американец. Новости. Алексей Мочилов. Затрат мыслей. Американские пикапы. Великая Америка от моря и до моря. Здоровенные, обалденные и железистые. Продолжая вопрос объема в двигателе. Мы только что говорили о том, что у Хондора желание с мотором 3,5. Расход такой же, как и у кого-нибудь F-150. С мотором 5,4. По этой причине есть закономерность. Если вы всерьез смотрите на вот эти вот огромные американские машины, то смотрите на мощность более творческие. Все-таки грузовые послабления не обременяют вас совершенно сумасшедшими налогами. И поэтому разница, что вы будете платить 11 тысяч дорожный налог, что 14, что 16, при таком размере машина уже не имеет большого значения. По моим наблюдениям, все, что слабее 380-400 лошадиных сил для пикапа, это мало. Поэтому на расходе топлива никак не скажется, на налогах практически тоже. Поэтому если у вас есть возможность брать нормальный пикап, берите его, соответственно, ну вот с мотором типа как у Toyota Tundra, да? Ну, то есть 380 сил там. Или как у REMA 411 сил. Вот это оптимально. То есть он и едет хорошо уже. Динамика порядка там 6-7 секунд до сотни. И расход топлива те же самые там в районе 20 литров. То есть никаких там 30-40 речи нет. Современные моторы, они американские на самом деле вполне себе, как бы несмотря на их консервативность, они вполне экономичны. И это факт, любой из владельцев вам это может подтвердить. Поэтому бояться ни лошадей, ни мощности не надо. А вот 3,5 объема это на любой машине всегда плохо. Потому что 3-3,5 литровые двигатели, они все равно всегда едят минимум 20. Но при этом они особо так никуда не едут. Вот, это такая вот особенность. Поэтому если уж переходить на Cadillac, то там вот очень правильный мотор 6-литровый. Больше 400 сил. И едет он совершенно замечательно. И как раз по агрегатам с ним, в общем, немного проблем. То есть как у всех американцев, понятное дело, от такой мощности рано или поздно вы порвете коробку. Но, опять же, бояться этого не следует. Потому что максимально на что вы можете попасть, это, ну, может быть, 1100 рублей. Это причем максимум. То есть если вы ее порвете не до конца, то есть когда она начала умирать, вы сразу обратитесь на переборку. Они будут ждать, когда машина поедет на эвакуаторе. То бюджет переборки может быть и 30, и 40 тысяч рублей. То есть в принципе на фоне высокотехнологичных автомобилей современности родом из Европы, например, марки Volkswagen, BMW или Mercedes, вот эти 30-40 тысяч вообще не смотрятся никак. То есть это, ну, в общем, практически стоимость ТО. Грубо говоря, рычаги на Audi A8 стоят 30 тысяч. То есть, ну, в принципе, о чем мы говорим. На обычного Opel нормальное ТО 30 тысяч на всякие векторы. Ну да, ну, я помню, давным-давно был у нас в семье Hyundai Getz. Он тоже в середине 2000-х годов ТО стоил 16, 17, 18 тысяч. Ну, то есть в общем и целом американцы не пугают. Но от чего хотел бы предостеречь, это от покупки сильно поддержанных Cadillac Escalade, которые проходят по нашим дорогам. Очень большое количество электричества в машине. И отказы есть. Причем я знаю людей, которые, покупая такую машину, ее практически полностью реставрировали. При том, что это там год 2006-2007. То есть вроде бы не очень старая техника. Но за счет мощного двигателя, понятное дело, если ей попался в прошлой жизни наездник, который реализовывал эту мощность постоянно, то автомобиль, в общем, рано или поздно приходит в очень плачевное состояние. То есть при внешнем лоске она внутри может оказаться абсолютными дровами. И нужно, в общем, к этому относиться с очень большим скепсисом, когда вы берете машину сильно поддержанную, и у нее там было уже два или три хозяина, и вы их не знаете. А гонщиков на больших пикапах, как мне было бы удивительно, много. И это же касается, по сути, и Хаммера, аж второго, потому что машина огромная, тяжелая, агрегаты, соответственно, практически все унифицированы с шевролитом Тахо, который легче. И мотор при этом, я уж сейчас не помню, сколько там, 6.2, по-моему. Ну, в общем, чудовищный двигатель, который рвет это все просто как тузик-грелку. Потому что пихать это вперед надо, человек, чаще всего, который сидит за рулем, хочет разогнаться, и хочет разогнаться с каждого светофора, причем желательно быстро. И поэтому рано или поздно все начинает осыпаться. Поэтому вес имеет реально огромное значение. Потому что аж второй Хаммер весит уже как большой пикап грузовой серии, там, серии 2500-3500, то есть, которые уже должны там агрегатироваться с грузовыми коробками и так далее. При всем при этом вся трансмиссия от легковой Тахи, которая почти на тонну легче. Ну, в общем, оттуда и проблема. Поэтому, говоря о том, что весь американский автопром одинаково надежный, я бы не стал ни в коем мере. То есть, есть очень много ошибочных машин, которые были выпущены по каким-то очень странным мотивам. Возможно, для того, чтобы корпорация могла на чем-то заработать. Потому что, понятное дело, что на тяжелые в серии сложно заработать. Ее можно продавать как угодно много, но она при этом не будет постоянно просить сервиса. Поэтому у каждой корпорации, так или иначе, должны быть машины, на которых они зарабатывают. Вот машина класса Escalade или H2 Hummer, это как раз автомобили, на которых GM зарабатывает деньги. Весь Hummer был специально придуман только для этого? Никакой учитарной сути в нем нет? Конечно, идеология у него ровно такая. Поэтому вы должны определиться, либо вам ездить, либо вам спонсировать GM. Ну, причем у GM этого бренда уже нет, но приятным шлейфом к этому изделию является его чуточный расход топлива. Потому что столько, сколько жрет Hummer, Тахо, например, себе не позволяет. Ну да, но это, опять же, разница в весе. Исключительно разница в весе и аэродинамика. Точнее говоря, полное отсутствие. Потому что, когда мне доводилось ездить на H2 Hummer несколько раз, причем достаточно так сильно далеко и надолго, это всегда, да, расход даже по трассе 26-27 литров при вот моем достаточно быстром стиле езды. Ну, если не очень гнать, то 18-20 по трассе. То есть, в общем, достаточно много. И сколько раз вот к нам на экспедиции приезжали H2 Hummer, это всегда приводило к каким-либо поломкам. Ну, чаще всего гибнет автомат. То есть, это прямо самое слабое место в этом автомобиле. Там уже все остальное как-то худо-бедно при нормальном обслуживании выдерживает, а автоматы не держит. Причем, были случаи до смешного, ну, до смешного до слез, на самом деле, когда у меня один очень хороший знакомый вез на эвакуаторе H2 Hummer в экспедицию. И у него он от покачивания на кочках в кузове эвакуатора, у него разбило автомат вот от этих вот постоянных тычков вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. И он был останавливан в драйве, а не в нейтраль. Ну, и все. И машина, когда съехала с эвакуатора, она уже никуда не поехала. Вот. Причем, везли ее, если мне память не изменяет, в Испанию. Вот. То есть, соответственно, дорога в Испанию и назад, она, в общем, была сразу же оплачена водителю грузовика. То есть, тот самый случай, когда машина все-таки по секундомеру превращается в тыкву. Вот мы ждем от Жигулей, что ты утром приходишь, а там будут только жалкие обломки. На самом деле, это происходит с Хаммером. Ты с ним ничего не делаешь, а он все на уме. Да. И, кстати говоря, если уж мы начали говорить про Хаммеры, то аж третий Хаммер, маленький, это тоже, в общем-то, чудовище. Потому что машинка вроде бы маленькая, легенькая и мощная, но при этом те же самые редуктора у него рвутся просто как бумажные. То есть, я лично рвал на аж третьем Хаммере передний редуктор. Люди, которые ездят на них много и часто по бездорожью, тоже меняют их пачками. Точно так же перебирают автоматы. Есть прям целые фирмы, которые занимаются усилением автоматов аж третьего Хаммера. В общем, машинка не самая надежная в мире. От теоретического пикапа видения переходим к практике. 65, 10, 9, 9 и 6. Кирилл, наконец-то, вы дождались. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Я хотел бы уточнить по доджу Раму 1500. Меня интересуют модельки где-то 2004-2005 года. Поскольку работаю в строительстве, машина такая очень необходима. А что вас конкретно интересует по этой машине? Потому что машина сама по себе хорошая. Вот эти годы выпуска, про которые вы говорили, они, в общем, не прославились никакими конкретными большими косяками. Поэтому, в общем-то, отговаривать сложно. Поэтому спросите, что вас смущает в том, чтобы пойти и купить эту машину. Смотрите, самое основное, как всегда, мы постараемся в своем бюджете. Есть, допустим, от 700 до 800 тысяч. И в дальнейшем хотелось бы перевести автомобиль на газ. Разумно. Да, реагирует двигатель именно на газ. Соответственно, я так понял, что подвеска у него хорошая. И по автомату. Как он? Мы тоже живем. Значит, смотрите, какая история. Газ они переживают совершенно нормально. Очень многие ездят на газу на даджах. Поэтому, в общем, никаких проблем нет. Что касается общего состояния и пробега. Чаще всего у этих машин пробег уже очень заслуженный. Ну, то есть 300-400 тысяч у него будет наверняка. Даже если... Причем, если вы откроете автору, вы ни одной машины с таким пробегом не увидите. То есть, соответственно, они все скручены абсолютно наверняка. Значит, при этом пробеги чаще всего двигатели живут еще совершенно нормально. Коробочки уже подходят к своему... К своей первой переборке или ко второй переборке. Бояться этого не нужно, потому что... Ребилд коробки на любом американце это не особо дорого. При этом у вас есть возможность установить сразу же усиленные детали. И она будет ходить еще более долго, нежели стандартная. То есть, я бы, наверное, на вашем месте поискал бы машину, скажем так, не очень дорогую. Но при всем при этом с хорошим кузом, с хорошим салоном. Так, чтобы она не была замученная вот визуально. То есть, не была сильно битая, не была сильно гнилая. И сразу бы отложил, грубо говоря, 1200 на ее ребилд. То есть, поменял бы ей все расходники там по кругу, поменял бы большинство деталей по подвеске. Сразу можно махнуть ступицы, потому что тоже такое не очень надежное место у Рэма. Ну, по крайней мере, при таких возрастах. То есть, мы не говорим о трехлетних машинах. Вот. И у вас получится на круг хорошая машина. Только не надо ждать, когда он начнет сыпаться, потому что иначе у вас по геометрической прогрессии начнет тянуть все остальное. То есть, сразу меняете крестовины, там, вот эти все вещи. И тогда он будет ходить нормально. Если вы будете, как многие владельцы американских машин, тянуть с каждой заменой до тех пор, пока не хрустнет и не отвалится, вы будете постоянно бороться с тем, что у вас рассыпаются соседние узлы из-за того, что, грубо говоря, от крестовины пошла вибрация, у вас начало разбивать хвостовик там заднего редуктора, ну и так далее. Понимаете? Ну, сами понимаете. Поэтому не надо гнаться за самым дорогим автомобилем. Все равно он потребует каких-то денег. Возьмите чуть подешевле, но обслужите его нормально. И еще один вопросик. Я смотрю, появляются иногда автомобили на механической коробке. И вообще, стоит ли рассмотреть также этот вариант? В целом, ничего страшного в американской механике нет. Понятное дело, что это экзотика. И в случае каких-то проблем с этой коробкой вы будете стоять, как у разбитого корыта. Потому что перебрать автомат на американца в Москве вообще нет проблем. Перебрать механику на американца вообще вряд ли кто-нибудь возьмется. Соответственно, заказывать каждую деталь по отдельности, если вам машина нужна для бизнеса, ну, сами понимаете, это не очень правильно. То есть автомат вам делают за три дня. С механикой вы зависнете просто. Поэтому я бы не стал. То есть этот эксперимент неплох, если это у вас третья машина, грубо говоря, по счету. Да, и она может постоять, если что. Но это всегда риск. Тем более, что сцепление, скорее всего, не меняли на нем отродясь. Возможно, вам уже придется его и менять. Ну, и так далее. То есть такие моменты, они... Я не буду отговаривать, неплохая машина. Но просто имейте в виду, что это не самый практичный выбор. Да, очень полезная информация. Спасибо вам большое. Вот один человек практически на пороге счастья находится. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. Спасибо огромное за передачу. Очень ждал. Так сказать, вопрос такой. Вот я из тех, кто как раз хочет приобрести тоже Додшрам, но как бы новый, да, там, 13-14 год. И, конечно, вторую такую машину подарить государству, естественно, да, практически. Да, и вопрос такой. То ли я прослушал в день Доджа, то ли, как не сконцентрировал внимание, вот по поводу системы отключения части цилиндров. Вот насколько это все будет надежно, насколько это все вообще востребовано и уместно. И короткий вопрос второй. По поводу, отличается ли чем-то европейская версия от американской версии. Или это... Потому что серые дилеры предлагают и такие, и такие варианты. Ну, смотрите, значит, по поводу системы отключающих половину цилиндров. Сколько я не ездил на подобных машинах, и сколько вот при всей статистике, которая есть вокруг меня, я ни разу не слышал, чтобы кого-то эти системы как-то глючили. То есть, если вы своевременно меняете там провода, свечи и все прочее, у вас мотор работает на все свои 100% и, ну, как бы, к нему нет претензий, то, соответственно, к этой системе нет претензий. То есть, сбои бывают только в одном случае. Если у вас уже и так по всей электрике идут проблемы, на V8, если у вас один цилиндр не работает, вы все равно не почувствуете чаще всего. У вас только может расход топлива при этом вырасти. Но зато вот эти все системы, они очень чутко на это реагируют. То есть, если вдруг там что-то где-то не так, то он просто перестает отключаться. Соответственно, момент отключения прочувствовать в моем понимании невозможно. То есть, я не ощущаю. Что касается расхода топлива, если вы ездите спокойно, вы почувствуете эффект от этой системы, потому что реально расход топлива будет заметно ниже при равномерном движении. Я не умею ездить равномерно, поэтому у меня восьмерка работает всегда восьмию цилиндрами. Это так же, как когда я тестировал в свое время гибридные машины, те же самые Lexus. У меня никогда гибридный Lexus не работает на батарее. То есть, это невозможно. Но это при моем режиме езды. То есть, если у вас есть данные водителя, который ездит спокойно, то это имеет смысл. Что касается комплектации, в основном разница будет только по оптике и по тому, что вам не придется перепрограммировать магнитолу, потому что с Америки она приходит немножко в других частотах. Я, честно говоря, крайне редко слушаю радио, поэтому не могу вам точно сказать, что там придется перепрограммировать, но точно придется. Эхо Москвы там не будет. Да, вот. По этой причине, как бы, это, в общем, основное отличие. По технике разницы нет. Я, честно говоря, не считаю, что это как бы большая... Ну, есть что-либо принципиальное в этом вопросе, поэтому заказывайте оттуда, откуда удобнее и откуда ценник будет приятнее. Потому что если вы меломан, вам все равно придется музыку, скорее всего, менять. Если вас все и так устраивает, то, соответственно, просто перепрограммируйте и все. Я думаю, что лучше музыка от V8, а все остальное... Ну, в целом, да. То есть на этих машинах главное вовремя поставить нормальный выхлоп, и, в принципе, можно музыкой пренебречь потом. Пусть соседи наслаждаются. Так, счастливых людей становится еще больше. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Хвастайтесь. У меня вопросик такой. Я вот мечтаю купить Dodge Ram. Вот у меня единственные две проблемы. Первая проблема – это с выбором двигателя. Я вот в интернете смотрел, есть двигатели Dodge Ram, вот 1500-й, которые 4,7 объем двигателя, 5,7, и шестерка, по-моему, если не ошибаюсь, дизельная. Ну да, да, все правильно. Вот какой лучше двигатель? Ну, смотрите, самый массовый, понятно, 5,7, да? То есть, соответственно, раз он самый массовый, с ним проще всего общаться с точки зрения обслуживания и наличия расходников каких-то. 4,7, он, скажем так, тоже старый, известный, крайслеровский мотор, причем, в общем и целом, он, если брать, например, более легкие машины, там, Grandy или там Jeep Commander, это даже на самом деле более предпочтительный был бы мотор, нежели 5,7, но для Ram он все-таки слабоват, то есть, как бы экономии на топливе вы не почувствуете, экономии на, опять же, лошадиных силах и так далее, в общем, тоже смешная, поэтому для Ram все-таки я считаю оптимальным 5,7 мотор. С дизелем все нормально, если пока он новый. Если машина подержанная, то, скорее всего, будут проблемы и с экологией, и с EGR, и так далее. Плюс масса, то есть разница в 150 килограмм в массе двигателей в пользу, соответственно, бензинового, то есть бензинового легче гораздо, говорит тоже о многом, потому что у вас, ну, соответственно, и на бездорожье это сразу будет очень чувствительно, и на ресурсе некоторых деталей по подвеске и так далее. Поэтому дизель вон вам мало что сэкономит, потому что расход топлива у него будет примерно сопоставимый с бензиновым. Вот. Но при всем при этом вы получите еще букет разных сложностей. Поэтому, ну, большинство, скажем, людей, которые что-либо понимают в Ram-ах, ну, на уровне так, что у них было несколько уже моделей разных годов, они все почему-то берут бензиновые. Поэтому, ну, а если дизели, то только старые вот эти еще 5,9 Cummins, которые шли на там года до 2007, что ли, я сейчас не помню. Ну, в общем, старенькие. И вот второй вопросик. Ну, машина, разумеется, будет поддержанная. Вот какой год брать лучше, 2009 или 2010 год? У них там разница, вот, мне рассказывали, какая-то есть по техническим характеристикам. Не, ну, вы, видимо, имеете в виду, какое поколение брать, да? Да, да. То, которое ушло до 2009 года или после 2010. Я правильно понимаю? Ну, да, 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 да. Ну, в таком случае вопрос исключительно, наверное, как бы, ну, в первую очередь эстетический, потому что лагерь владельцев рэмов разделился строго на две категории. Кому-то очень нравится новый стиль, кому-то кто-то ностальгирует по-старому и новую машину не хочет брать. Вот. Ну, и плюс, соответственно, нового образца рэмы, они гораздо более комфортабельные, гораздо более роскошные по салону. У них более мягкий ход и, ну, вообще более человечная машина. А старый, он более кондовый, более крепкий и так далее. То есть, надо просто понимать, что вам нужно от машины. То есть, если вам нужна его пуленепробиваемость, тогда лучше посмотреть хорошую машину старого поколения. Если вам нужна все-таки, ну, машина более такая статусная, хорошая, красивая, при этом практичная, то тогда, наверное, более современная. И последний вопрос, вот, если, а в пределах третьей транспортного кольца, вот, когда выезжаешь в центр, там не будет никаких штрафов, там не надо никакие разрешения оформлять на эту машину? Насколько я понимаю, если это категория С, тогда уже надо. Если категория Б, то не надо. Возможно, меня Сергей поправит, то, что он в этом вопросе должен быть более сведущим. Там грузоподъемность до тонны или после тонны? Ну вот, соответственно, те, которые свыше тонны, они все практически подпадают под категорию С, то есть, это РМ-2500, 3500 и серии, вот они уже, соответственно, в центр города заезжают только путем уплаты штрафа потом с камер. А 1500-й он без проблем, да, ездит по Москве, как бы, не будет никаких штрафов? Да, главное, смотреть, что написано в техпаспорте его машины, потому что каждый человек, когда таможит РМ, он сталкивается с таможней, как будто в первый раз. И вот что ему напишут, то ему и напишут. У кого-то даже 1500-й попадается с категории С, почему-то. А у большинства людей все-таки это категория Б, соответственно, вы можете ездить и в городе, и в центре, города и где угодно. Новости. Помогаем людям выбрать себе пикап. Полезные советы дает Алексей Мочалов. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей, Алексей. Добрый. Будьте любезны, мне интересует Honda Ridgeline, экзотический автомобиль. Маленьких 4 вопроса, буквально маленьких. Я быстро их сейчас задам, постарайтесь мне немного ответить. Давайте. Неужели на шестерке Ridgeline действительно такой расход? Потому что, насколько я знаю, у него отключаемые горшки. Первый вопрос. Второй вопрос. Что вы можете сказать про спортивную версию, которая появилась где-то 12 или 13 год у Ridgeline? Что-то, какие-то комментарии может быть. По вместимости меня интересует, что в кабине, вот, например, на семью 4 человек, насколько вот он вместительный по кабине. Не по кузову, а по кабине. И последний вопрос. Альтернатива Хонда Ridgeline из компактных пикапов, что вы посоветуете? Значит, смотрите, какая история. Начну с того, что расход топлива я, по сути, беру с отзывов людей, которые на нем когда-либо ездили. У меня таких знакомых несколько. Ну и плюс, соответственно, можно что-то подчеркнуть еще вдобавок в интернете. Значит, люди, которые ездят на нем спокойно, у них диапазон, грубо говоря, по трассе 12 в городе там 17-18. Но это, я почти уверен, что они, как любые владельцы машин, да, они склонны к занижению. Потому что мой опыт езды, например, на Хонде Пилот показывает, что в 20-ку в городе, но он не вписывается. Хотя, мотор, в общем-то, тот же. Значит, что касается отключаемых цилиндров, ничего про это не слышал, потому что подавляющее большинство машин, которые бегают на нашем рынке, они достаточно все пожилые, и у них нет никаких отключений цилиндров. Возможно, на более новой волне что-то и появилось, но я, честно говоря, в этом все равно немножко сомневаюсь. Про спортивную версию я вам вряд ли что-нибудь расскажу, потому что свежих рейджлайнов я вообще в Москве не видел. То есть, это у вас совсем будет экзотическая машина. Вот, по простору салона в нем как раз все нормально, потому что в отличие от подавляющее большинство компактов, пикапов, которые продаются на российском рынке, у рейджлайна сзади полноценное место, полноценное сидение, и люди ростом, скажем так, среднего и даже выше среднего сами за собой садятся совершенно спокойно, спинок сидения там установлено под нормальным углом, и в общем и целом для семейного человека это вполне нормальная машина, и каких-либо нареканий я вообще ни разу не слышал, чтобы семья там с детьми, с детскими сидениями и так далее не помещалась в такой машине. Вот, еще какой-то был вопрос? Альтернатива. Ну вот, если мы не остановимся на нем, какие можете посоветовать компактные пикапы? Значит, смотрите, какая история. Я вчера рассказывал достаточно лестно о Toyota Tacoma, я бы на нее обратил внимание, потому что машина реально достойная. Из того, что на нашем российском рынке продается, надо смотреть, насколько вы хотите на этой машине долго ездить. Ну, я думаю, что нет. Мне американец интересует. А в Америке компактов-то очень мало, то есть все остальное размером выше, поэтому я бы выбирал между, либо между достаточно такой кондовой машиной и с очень спорным дизайном, соответственно, Tacoma, либо машина, в общем, такая эстетская, Ridgeline. То есть я, честно говоря, вас пойму, если вы возьмете Ridgeline, я очень сомневаюсь, что вы пожалеете об этом. Спасибо огромное. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вот развеять мои сомнения, мы не совершим совсем еще выборы. Пожалуйста. остановить свои выборы вот на совершенно экзотическом, компактном все-таки аппарате под названием Шарвале СССР. Отговорите или нет? Я, честно говоря, даже вот затрудняюсь ответить вам что-нибудь, потому что... Ну, красота. Это все-таки дизайн. Кроме красоты. Да, кроме красоты, вот что-то я получил здесь с этой машиной. Вот у вас есть хоть один живой владелец этой машины? Живого нет. Видео щупал, но как бы не удавалось. В том-то и дело, что, соответственно, у меня таких знакомых тоже нет, у Сергея, я по всем верю, что тоже нет. Соответственно, поэтому мы можем говорить все, что угодно, но мы никогда в жизни не узнаем о подводных камнях, которые связаны с этой машиной. То есть, как любая мелкосерийная экзотика, которая не рассчитана на какие-то супер-мега-массовые продажи, у этой машины наверняка есть какие-то подводные камни. Потому что понятное дело, что она будет вся максимально по технике унифицированной и так далее. А вы друговая абсолютно. Конечно. Но какие подводные камни, сложно сказать. Если вы машину берете сердцем, то вот эти подводные камни, в моем понимании, они берутся нахрапом с огромным удовольствием, потому что это просто расплата за владение эксклюзивом. Ну, я так понимаю, что такую машину, кроме как сердцем, покупать невозможно. Ну, конечно, да. Поэтому, ну, я лично считаю, что, в принципе, машину надо покупать только сердцем. То есть, если вы не относитесь к машине как к микроволновке, тогда нужно покупать ее, естественно, любя. Если вам очень нравится, вряд ли вы сильно пожалеете об этом поступке, но вы, естественно, будете понимать, что, а, вы первопроходец, б, скорее всего, машина не ликвид полный, то есть, соответственно, вы ее будете продавать 10 лет. Вот. Если только случайно не пробежит мимо вас человек, который скажет, хочу и куплю у тебя ее за любые деньги, да, такой вариант тоже есть. Вот смотрю несколько лет уже, как бы, на этот парад. Понятно, что они уже давно не выпускаются, ну, как минимум 9 лет. Вот. Но привлекает еще узловая такая связь с поколениями, с предыдущими. Я же на Тахо, в общем-то, агрегаты достаточно в нем именно Таховских, вот, может быть, как бы это может послужить каким-то плюсом. не обладает. А унификация, она спасает мир в этом отношении, потому что, конечно, если бы эта машина была бы вообще нарисована с чистого листа, то я бы вас только отговаривал. А так, я думаю, что любой продавец профильных запчастей все равно вам рано или поздно поможет. Просто будет очень много заказных деталей, особенно, соответственно, по какому-то оперению и так далее. Они все будут заказаны, а не дай бог фара. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное вам за передачу. Я давно вас слушаю, очень интересно, особенно, когда идет такая замена сценария, когда вроде бы сначала об автомобилях, потом не об автомобилях. Очень здорово, такая плавно перетекающая система построения эфира. Спасибо вам. Спасибо большое. Очень интересно, особенно, когда вы рассказываете про каких-то, допустим, пример инженеров двух, которые вроде бы не встречались, но у них была очень интересная судьба в обоих. Рассказывайте, какой у вас вопрос. Да, у меня вопрос по поводу трех автомобилей. Это не совсем пикап Дорс Дюранга первого поколения. Вообще ничего не слышал об этой машине, совсем никак. То есть, откуда коробка, откуда двигатель, с трудом могу предположить, и, соответственно, надежность этих агрегатов. Ну, я имею в виду даже ненадежность, это неправильное слово, скорее, больше подходит ремонтопригодность к этому автомобилю. Машина практически полностью унифицирована с другими машинами марки Jeep. Соответственно, агрегаты практически все от Гранда или от обычного Чироки. Вот. По надежности машины в таком возрасте находятся, что найти... Они все ненадежны. Да, что найти живой Дюранга в состоянии не чермет практически невозможно. Сколько, вот, я знаю людей, которые наступали на эти грабли, все получали ручкой по лбу. Нет, это понятно, все подребил. Просто мало времени, я прошу прощения. Много вопросов. Второй вопрос. Не знаю, не слышал, чтобы вы обсуждали Додж Дакота. Значит, если мы говорим про Дакота, которая является, грубо говоря, легкой версией РЭМа, да, которая сделана, там под всякую Мексику и все прочее. Вот. Мы ее очень мало затрагивали, потому что машины на нашем рынке редко, практически не встречаются, ну и, соответственно, слушателям она мало интересна. Вот. Нормальный автомобиль, но статистики по нему, к сожалению, нет. То есть, понятное дело, что тоже манификация, и, в общем, ничего страшного. Но он не настолько красив, чтобы на него западать, в моем понимании. — Хорошо. Видел недавно такой автомобиль. У него вроде как часть кабины от Ford Expedition первого поколения, а задняя часть вроде как пикап. Он вроде как F. — Да, ну это старая F-150, да. Это, ну, такой Сомик, такой красивенький, некрасивенький на любителя. Вот. Кстати говоря, выносливая машина, и даже Ford Expedition первого поколения, как бы это не было удивительно, машина крепкая. То есть, у меня есть знакомые, которые ставили на них 35-е колеса, ездили в деревню каждые выходные, уже на протяжении многих лет, и эта собака, извиняюсь за выражение, так и не разваливается, потому что покупалась там на оставшиеся деньги, там, грубо говоря, на 350 тысяч рублей в состоянии практически стояла у забора и бегает, и бегает, и бегает, и бегает. То есть, машина, на самом деле, неплохая. — У меня стоял выбор между 410 Таха и, собственно, Expedition. — Я думал, что Expedition будет крепче. Крепче будет Expedition. Я вам точно скажу. — Неделя Алексея Мочилова закончена. Спасибо.